Вы смотрите главные новости. Центральная избирательная комиссия Казахстана отказалась принимать участие в наблюдении за выборами в Кыргызстане. Решение последовало после того, как глава соседней республики Алмазбек Атамбаев нелестно высказался о нашей стране. Выборы президента в Кыргызстане начнутся уже через два дня, и эксперты полагают, что их исход может стать неожиданным даже для самого государства. Тем временем вокруг предвыборной гонки не утихают споры и скандалы. Эльмир Ишмухаметова подробнее. Седьмые по счету выборы президента Кыргызстана назначены на 15 октября. В воскресенье избирателям предложат бюллетени, в которых им предстоит отдать предпочтение одному из 11 кандидатов. На этот раз следить за прозрачностью действий коллег не будут члены Центральной избирательной комиссии Казахстана. Считаю, что вот эти публичные высказывания о якобы грубом вмешательстве Республики Казахстан, дела Кыргызской Республики надуманными. Кроме того, желая не допускать какие бы то ни было действия, которые могли бы дать малейший повод обвинить нашу страну в чем бы то ни было, заявляю о своем отказе в поездке для осуществления наблюдения за президентскими выборами. Несмотря на это, 46 казахстанских наблюдателей во исполнение международных обязательств будут осуществлять мониторинг выборов в составах миссии СНГ, ОБСЕ и ШОС. Вероятно, грубое вмешательство, о котором говорил президент Атамбаев, это миллионные средства, выделенные в помощь Кыргызстану. Последние, например, доски, металлопрокат и деревянные столбы Казахстан передаст Братской Республике из-за сложных природно-климатических условий. Подтверждая приверженность курсу развития двусторонних отношений с Кыргызской Республикой, уверен, что безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения президента Кыргызстана, сделанные в предвыборных целях, не должны нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами. Бакаджан Сагентаев, премьер-министр Республики Казахстан. Главными соперниками в борьбе за пост президента, по мнению политологов, станут бывший премьер-министр Кыргызстана Сауренбай Жиенбеков и лидер партии Республика Ат-Ажурт Омрбек Бабанов. Кстати, за кандидата Сауренбая Жиенбекова буквально горой стоит действующий президент Алмазбек Атамбаев. Если власти попытаются продавить, протащить административным способом своего кандидата, в данном случае он обозначен уже, Жиенбеков, то, конечно же, есть риск, вероятность того, что могут быть массовые волнения протестов. Но если этого не будет, то есть вероятность по социологическим вопросам, что два тура может быть выборов. Вероятность, что эти выборы будут неспокойными, подтвердили и в пресс-службе президента Кыргызстана. В понедельник там сообщили о выявлении фактов подготовки массовых беспорядков, из-за чего Алмазбеку Атамбаеву пришлось отменить визит в Сочи и пропустить заседание Совета глав государства СНГ. Я все равно проведу честные выборы. Каждый народ заслуживает своего правителя. Принять участие в выборах смогут и граждане Кыргызстана, проживающие в Казахстане. Я обязательно буду участвовать в выборах президента, ведь решается судьба моей страны. Впервые в истории выборы пройдут на базе электронной информационной избирательной системы. По данным Центральной избирательной комиссии Кыргызстана, следить за ними будут около 800 международных наблюдателей. До выборов президента остались считанные часы. Все в ожидании, ведь от исхода будет зависеть дальнейшее развитие государства. Эльмира Ишмухаметова, Алексей Макитюк, Кыргызстан и Казахстан, Астана.